Почти 5 миллионов тонн зерна на сегодняшний день собрали в Краснодарском крае, но в полях продолжают работать больше 6 тысяч комбайнов. Как идет уборка урожая, посмотрел губернатор. Вениамин Кондратьев приехал в Новопокровский район. Это одна из самых рискованных зон земледелия в регионе. Средняя урожайность пшеницы здесь 56 центнеров с гектара. В поле Вениамин Кондратьев пообщался с комбайнерами. Он поинтересовался, какая у них зарплата. С учетом уборочной страды в месяц выходит около 33 тысяч рублей. Андрей Николаевич, это сегодня Ваша задача, как обеспечить нашим агариям достойный сбыт сегодня нашей пшеницы. Достойный. Я еще раз подчеркиваю, при таком качестве, а если мы сегодня говорим, что качество лучше, чем в прошлом году или годах, тогда на самом деле мы должны больше получить абсолютно. И сегодня хозяева предприятий наших сельхозяйственных и бюджет, ну и конечно селяне должны ощутить весомую прибавку в своих карманах. Сегодня на самом деле цена 9,20, я больше чем уверен и по прогнозам, которые складываются на мировом рынке, она еще вырастет. Она вырастет до 10, поэтому важно сегодня собрать все, кратчайшие сроки и максимально сохранить до той цены, которая будет, наверное, максимально. Новопокровский район один из самых крупных в крае по площади. Более 90% территории отданы под сельское хозяйство. При этом наблюдается перекос в сторону растеневодства. На встрече с губернатором одна из местных жительниц рассказала, что рада бы разводить коров, но земля, которую она использовала для пастбищ, понадобилась для расширения границ станицы. В итоге все поголовье теперь под угрозой. На самом деле, если у нее было 200 голов по голове, то, в принципе, могло быть 400, а стало 90. Вот это непорядок. Вот с этим я никогда не соглашусь. Поэтому, ну, если изымаете, я согласен, станица должна расстраиваться, да, компенсируете. И компенсируете так, чтобы было выгодно. Это не только по отношению к ней, к любому. Сегодня селянину, который на самом деле взять коров, это уже подвиг сегодня. А 200 коров, это большой подвиг. Ей надо медали вешать, а мы у нее землю забираем. Подобные встречи губернатора с жителями районов всегда вскрывают самые наболевшие проблемы. Больше всего жалоб на дороги и жилищно-коммунальное хозяйство. Такой большой район, как Новопокровский, газифицирован всего наполовину. Один из жизненно важных проектов сейчас подводящий газопровод к селу Горькая Балка протяженностью 33 километра. Уважаемый Венин Иванович, по данному вопросу хотелось бы обратиться к вам за помощью. Дело в том, что проектная стоимость Горько-Балковского газопровода 137,5 миллиона рублей. Завершение работ по экспертизе проекта запланировано на август текущего года. За счет средств собственного бюджета выполнить в полном объеме данные работы не предоставляется возможным. Принцип софинансирования, то есть будет здесь работать? То есть у вас есть деньги на софинансирование? Будет. В каком соотношении? 10%? 10% Хорошо. Давайте сделаем так. Значит, когда у вас будет уже проект с экспертизой, с экспертизой, если в этом году успеете, сразу 137 миллионов на следующий год не смогу дать, но на два года, на два года мы разобьем. Хорошо, спасибо. Да, и по принципу софинансирования, тогда через два года можно жителям этих сел, поселков и села сказать, что газ у них будет. От развития инфраструктуры зависит и будущее инвестиционных проектов в районе. Многие из них могли бы уже запуститься, но из-за отсутствия того же газа открыть серьезное предприятие просто нереально. Поэтому помощь из краевого бюджета для газификации – отличная фора для экономического рывка в Новопокровском районе. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Новопокровский район.